Добрый вечер, в эфире новости. В студии Анна Москаленко и вот главные темы к этому часу. В Яровом нашли возможность не отключать горячую воду на период ремонта котлов городской ТЭЦ. Об этом через несколько минут. 5 мая – Международный день окушерки. Наша съемочная группа побывала в одном из барнаульских родильных отделений и стала свидетелем появления на свет малыша. Все большей популярностью в Алтайском крае пользуется эстетическая гимнастика. Относительно новый вид спорта. В чем отличие от художественной – смотрите в выпуске. Часть жителей Индустриального и Октябрьского районов в краевой столице сегодня остались без горячей воды. Это связано с повреждением трубопроводов на двух участках теплосети. Под ограничение ресурса попали 43 жилых дома, 3 медучреждения, 5 детсадов, 2 школы и 2 административных здания. С подробным списком адресов можно ознакомиться в телеграм-канале СГК Барнаул. По информации сибирской генерирующей компании, специалисты уже проводят работы по устранению повреждений. В Яровом нашли возможность не отключать горячую воду на период ремонта котлов городской ТЭЦ. Эту тему сегодня обсудили на совещании в городе-курорте. Его провел заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. О найденном решении в материале Глеба Полянского. Задача, которую поставил губернатор до 1 октября. Все запасы угля на прохождение УЗП должны быть уже на складе, на станции, на площадке, на станции. И эту задачу мы, собственно говоря, сейчас вместе с муниципальным образованием и выполняем. Также предстоит большая работа на самой станции. Отключить сразу три котла ТЭЦ – значит оставить город без горячей воды. Это может навредить турбизнесу. А туристический сезон ежегодно приносит в местный бюджет более 11 миллиардов рублей. Для ирового сумма значительная. Кроме того, люди начнут массово использовать водонагреватели, что может привести к авариям на электростанциях. Поэтому в ходе совещания было принято решение составить такой график ремонта, чтобы не пришлось прибегать к тотальному отключению на все лето. Но и у подрядчика была возможность успеть в срок. С поставками расходных материалов и оборудования проблем возникнуть не должно. В Яровом действует режим повышенной готовности. Он позволяет заключить контракты напрямую в обход сложной процедуры госзакупок. Мне предоставят сейчас информацию, что именно, по каким моделям надо оборудование. Я сделаю заявочку. Я так думаю, к вечеру уже будет какая-то информация. До конца мая в Яровом должны завершить гидравлические испытания теплосетей. Также в этот период будет проведен ремонт оборудования и запорной арматуры, которые можно делать только при отключенном горячем водоснабжении. Далее предстоит сложный летний сезон. Всего за четыре месяца необходимо отремонтировать три котла ТЭЦ, сформировать запас угля, чтобы город смог вовремя и без ЧП войти в отопительный сезон. Зима близко и готовиться к ней лучше заранее. Егор Матаев, Глеб Полянский, Денис Кузьменко. Новости. Очередной гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрали жители Алтайского края. Через несколько минут железнодорожного вокзала отправится состав с продуктами и предметами первой необходимости. Сейчас на перроне моя коллега Юлия Шеламова. Юлия, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Анна. Сегодня отправка гуманитарного груза проходит в такой праздничной атмосфере. И кто и зачем ее создал, узнаем у волонтера Сергея Орешкова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Кто создал эту атмосферу, этот праздник и зачем? На самом деле, такую атмосферу создали все неравнодушные люди, которые сейчас здесь собираются, которые собрались, которые в принципе живут по всей стране. То есть вы можете обратить, как красиво в данный момент украшены наши вагоны. И это сделано для того, чтобы когда они туда приедут к жителям, чтобы они понимали, что про них не забывают, что их помнят, что с ними есть неравнодушные люди, которые готовы им помочь в любой момент. Кто участвовал в создании вот этой атмосферы? Кто сделал наклейки? Молодежь в основном, ребята из студенческих отрядов, отрядов, волонтерские объединения. Ну и в принципе приходили к нам неравнодушные люди, которым это интересно, помогали. Ну и сегодня для тех, кто в это же время отправляется с вокзала, будет такая праздничная атмосфера, кто-то будет выступать? Сейчас будет небольшой концерт у нас будет, то есть этот посвященному, чтобы хоть немножечко, даже несмотря на то, что мы далеко, но передать свою такую праздничную атмосферу тем людям, которые нуждаются в нашей поддержке. Спасибо большое, Сергей. Подробности о гуманитарном грузе мы расскажем в следующем выпуске новостей, а сейчас я передаю слово в студию Анна. Юлия, спасибо. А я продолжу выпуск. Бесплатное обследование для выявления рака кожи, в том числе и меланомы, проведут в Алтайском краевом онкологическом диспансере «Надежда» 21 и 22 мая. Диагностику может пройти любой житель региона. С собой необходимо взять паспорт. Специалисты советуют пройти на прием тем, у кого есть родинки с неровными краями, цветными вкраплениями, если они кровоточат или быстро растут в размерах. Записаться на прием можно уже сегодня по номеру телефона, который вы видите на экране. 5 мая – Международный день акушерки. Представители этой профессии сопровождают женщин от начала схваток до рождения ребенка и первого его кормления. Наша съемочная группа побывала в одном из барнаульских родильных отделений, где стала свидетелем появления на свет малыша. Малыш появился на свет только сегодня. Барнаульские врачи провели молодой маме операцию кесарево сечение. Она прошла успешно, без осложнений. Мальчик, 3 килограмма, 51 сантиметр. Можно так словать. В родильном зале мама сказала, имя мальчику уже придумали, назвали Романом. Он стал четвертым ребенком в семье. Первым на руки взяла малыша акушерка Татьяна Бирюкова. Девушка 5 лет работает в родильном отделении перинатального центра. Татьяна принимает новорожденных, обрабатывает пуповину, взвешивает и измеряет. Профессия мне нравится тем, что, как бы ни было тяжело, исход всегда благоприятный. Рождение ребенка, рождение чуда – это все долгожданное и счастливы все, как акушерки, как врачи, так и сама женщина. Акушерки сопровождают женщин на протяжении всего времени их пребывания в родильном отделении. Представительницы этой медицинской профессии работают с будущими мамами до родов и после. Галина Огородникова в перинатальном центре уже 40 лет. За это время женщина приняла больше 300 детей. Акушерки должны быть грамотные, у них должна быть взаимосвязь с женщиной, постоянно на связи, психологически подготовить ее к родам, чтобы она не боялась родов. Здесь акушерка отвечает за две жизни, в этом вся сложность. За маму и за ребенка. Работа акушерок сложная, ведь иногда одни роды могут длиться до 12 часов. К тому же пациентки бывают непростыми, не всегда слушают медиков, а случаи и вовсе тяжелыми. Но это не смутило студентку Барнаульского медицинского колледжа Анастасию Калистратову. Девушка уже год стажируется в родильном отделении. В планах остаться работать в нем после получения диплома. Я с детства мечтала помогать женщинам. Меня всегда интересовал процесс родовспоможения, то, как женщины вынашивают ребенка. Пройдя практику очень много раз в нашем перинатальном центре, я для себя поняла, что ближе всего мне послеродовое отделение. Здесь мне комфортнее общаться с женщинами, помогать им, рассказывать тонкости ухода по ребенку. В прошлом году на работу в перинатальный центр приняли всего две акушерки. В коллективе стабильно трудятся 40 человек. Это те, кто любит профессию и считает ее своим призванием. Алина Пенигина, Анатолий Фукс, Новости. Больше 200 алтайских детей представляют регион в эстетической гимнастике. Это направление еще совсем молодое. Оно появилось в России ровно 20 лет назад. А в нашем регионе ему еще нет и 5 лет. Но алтайские команды уже привозят медали с всероссийских соревнований. Как сегодня тренируются гимнастки и к каким соревнованиям готовятся, смотрите в нашем материале. Грациозные движения, высокие прыжки и устойчивая равновесие – все это неотъемлемые части элементов эстетической гимнастики. Такой вид спорта в Алтайском крае появился чуть меньше 5 лет назад. За недолгое время своей красотой и динамичностью он успел заинтересовать и объединить больше 200 детей со всего Алтайского края. Как правило, этой дисциплиной занимаются параллельно с другими видами спорта. Так и Александр Смирнова. Три с половиной года совмещает эстетическую гимнастику с художественной. Там девочка занимается уже больше 7 лет из своих 11. Я до сих пор занимаюсь художественной гимнастикой, но эстетической гимнастикой мне тоже очень нравится заниматься, потому что когда ты с командой, тебя могут в любой момент поддержать, и ты их можешь поддержать. И когда вы вместе, вы можете собраться и выполнить все на максимум. Если мы выкладываемся и занимаемся достаточно хорошо, то мы встаем на педестал. В эстетической гимнастике нет личного зачета. Оценивается исключительно командная работа. Все тренировки посвящены оттачиванию синхронных упражнений. А самое важное, отмечают тренеры, дыхание. Оно должно правильно выстраиваться во время выполнения каждого элемента. Это еще одна отличительная черта данного спорта от других видов гимнастики. Здесь очень много работы телом, а телом дети не владеют. То есть очень тяжело научиться натягиваться, и тут же нужно расслабиться. То есть работают разные группы мышц. Команду тоже очень сложно тренировать, потому что девчонки все разные. У каждого есть свои личные какие-то характеры. А они должны уметь чувствовать друг друга. То есть они должны уметь дышать вместе. Широ, слой, лоб, 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 лоб. Минутный номер требуется минимум полтора года. Столько времени необходимо, чтобы команда дошла до идеальной синхронности и точности выполнения элементов. В каждой группе от 6 до 14 спортсменок. Все выступления гимнасток сопровождаются музыкой. Там остается все. И техническая составляющая, и артистическая составляющая. И умение передвигаться по площадке, и умение взаимодействовать с партнерами, умение владеть своим телом. Это отдельный спорт, это отдельная федерация международная эстетической гимнастики. Он очень похож на художественную гимнастику. Ну, или можно даже сказать, спорт и танец в одном лице. Алтайскую федерацию эстетической гимнастики представляют сразу два спортивных клуба – «Жемчужина» и «Эйва». Суммарно это 10 команд разных возрастов. Три из них в этом году уже становились бронзовыми призерами Сибирского федерального округа. Сейчас команды готовятся к очередным соревнованиям – первенству Алтайского края. Оно пройдет в Барнауле 8 мая. А уже после них спортсменки начнут подготовку ко всероссийскому турниру в Москве. Алина Пенигина, Сергей Балуев. Новости. К другим темам. Стало известно, где в Барнауле пройдут фейерверки, посвященные 9 мая. По традиции, праздничные программы, посвященные Дню Победы, завершатся салютами. В этом году их планируют запустить во всех районах города. Как сообщает официальный телеграм-канал правительства региона, праздничные салюты состоятся на площади Сахарова, в парках «Лесная сказка» и «Орликино», площади перед ДК «Южный» и сквере имени Германа Титова. Начало всех фейерверков в 22.00. В Барнауле состоялась премьера интерактивного спектакля театральной студии для подростков с ограниченными возможностями здоровья. Экс-командир студоотряда «Феникс» Татьяна Фаева вместе с бойцами отряда организовала театральную студию. Ее участниками стали подростки с диагнозами детский церебральный паралич, расстройство аутистического спектра и другими. Вместе с волонтерами ребята придумали название студии «Веселые маски», а также сами написали сценарий спектакля в поисках ru.net. На первый показ интерактивного спектакля пригласили родителей юных артистов. И к этому часу у меня все. Напомню, что больше новостей вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katyn24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Смотрите и читайте нас в Телеграме, в Одноклассниках и во Вконтакте. И не забывайте присылать свои темы. О самых интересных мы будем рассказывать в нашем эфире. А я на этом с вами пока прощаюсь. Встретимся в 20.30 и подведем итоги этого дня вместе. Субтитры создавал DimaTorzok